В новом учебном году 127 образовательных учреждений Раменского района встретит 42 тысячи воспитанников детских садов и учащихся школ. 31 августа в Раменском откроется новый 22-й детский сад на улице Крымской. 26-я Ильинская школа переходит на обучение в одну смену. Здесь 1 сентября откроется новый корпус, пристроенный к основному зданию. Сегодня мы можем констатировать, что мы за летний период хорошо подготовились к 1 сентября. И с точки зрения материально-технической базы, проведены огромные работы практически во всех наших учреждениях. Мы выделили больше 700 миллионов рублей. Это огромная сумма на подготовку наших школ к новому учебному году и вообще учреждениям. Конечно, сюда входят и наши затраты на строительство нашей 26-й пристройки. Андрей Кулаков отметил, что помимо материально-технической базы, в образовательном процессе важно и содержание учреждения, которое зависит от педагогического состава и директоров. Наша система образования в Раменском районе очень мощная, очень сплоченная, работающая на хорошем уровне. Это показывает наши результаты, результаты наших учеников. У нас хорошие показатели во всероссийских и областных олимпиадах. Мы занимаем ведущие места в Московской области по количеству победителей. У нас есть больше 50 степиадов губернатора Московской области, 250 степиадов главы Раменского района. У нас, в общем-то, хорошие показатели во всех этих направлениях. Три школы у нас вошли в топ-100 в Московской области. Давайте их поздравим. Это нам много притомов. Это очень хороший показатель и результат работы для количества коллектива этих образовательных учреждений. По доброй традиции наградами были отмечены лучшие школы, учителя и педагоги дошкольного образования. Спасибо огромное, уважаемые коллеги, за внимание к моей профессиональной деятельности и с такой высокой оценкой. Но, правильнее сказать, наверное, не моей, а нашей коллективной, все коллективной гимназии. Учитель, сколько нужно силы огня, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили любви тебя. Много-много нужно силы огня, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили люди тебя. Когда Ольга Германовна очень здорово желала всем всего самого доброго, говорит, ну что еще пожелать. Вот я пожелал вам всех благодарных, всем благодарных выпускников. Вот чтобы до дней последних помнили свою первую учительницу, и учителей, и директор, и вообще школу, которая очень много делает для человека, чтобы он стал человеком. С подробным докладом выступила Наталья Асеева, председатель комитета по образованию. Своей речи она упомянула о курсах повышения квалификации, о повышении заработной платы, о важности омоложения кадров состава системы образования в Раменском районе. В нашей системе сегодня работает 5787 человек, среди которых 3177 педагогов, которым с 1 сентября ожидается повышение заработной платы на 5%. А на 70% пройдет повышение заработной платы нашему младшему обслуживающему персоналу, нашему нянечкам в детских садах. За последние три года за счет строительства новых школ пристроек введено дополнительно 2250 ученических мест, а к 2020-му ожидается увеличение еще на 3850 дополнительных мест. Алексей Гущин, Марина Миткевич для программы Городские вести.